Всем привет! С вами канал Все Про Андроид. Сегодня речь пойдет о мультимедийном приложении, которое называется Винтера ТВ. Приложение рассчитано на просмотр интернет-трансляций телевидения. Скажу сразу, что мне понравилось данное приложение из множества мною просмотренных тем, что приложение даже в бесплатной своей версии имеет возможность просматривать огромное количество каналов, сортировать каналы по странам, добавлять каналы в избранные, а также имеет возможность, если у вас ваш провайдер предоставляет вам IPTV, то также подключить IPTV к данному приложению. Коротко об интерфейсе и о том, как выглядит данное приложение. Скажу сразу, что все зависит от скорости интернет-соединения, поэтому у кого там 2G, то в принципе можно не рассчитывать на просмотр каналов в данном приложении. И сейчас переходим к самому приложению. Вот оно имеет такой вид. Настройки приложения просты. Сейчас у меня выбрано, допустим, телевидение России, Украины и Белоруссии, поэтому количество каналов 81. То есть, видите, из трех стран каналов 81 уже есть. О настройках. Здесь есть возможность подключить платные пакеты, отключить рекламу. Ну, скажу сразу, что в бесплатной версии реклама не назойливая и дает возможность просмотреть телевидение без всевозможных там баннеров, которые выскакивают, как правило, в таких приложениях. Ну, перейдем к настройкам. Настройки, в принципе, просты. Можно подключить и настроить список каналов по странам и по жанрам. То есть, есть возможность выбрать, какие бы жанры вы хотели бы просматривать. И также список стран по интернет-трансляциям, которые вы хотели бы видеть на своем Android-устройстве. Все это дело легко и просто организовывается. Достаточно выбрать, поставить галочки и данные каналы будут отображаться. То есть, все остальные там каналы там США, там, если вам не интересно, то можно убрать. То есть, нет вот такого навязчивого списка. То есть, все каналы, которые есть, вы должны вот там вот смотреть и выбирать из них. И, как я уже сказал, что по категориям. Выбираем ОК. Вот, в принципе, это и все настроечки. Ну, настройка прокси, это уже для тех, у кого IPTV. Я думаю, что у кого IPTV, тот сам разберется, как добавлять плейлисты и как все это дело настроить. У меня, к сожалению, нет IPTV, но моего провайдера, вернее, я его не подключал. Поэтому вот уделить внимание я не смогу. И сейчас перейдем к самой программке и посмотрим, как же это все у нас дело выглядит. Есть возможность из основного подменю выбирать интернет-ТВ, ТВ-провайдера и также просматривать, допустим, каналы, которые вы добавили избранные. Вот я сейчас добавил два канальчика для того, чтобы продемонстрировать. Скажу сразу, что я, наверное, все-таки уберу звук для того, чтобы не возникло у меня никаких проблем с YouTube. Так, звук у меня убран. И мы сейчас перейдем к просмотру каналов, которые я выбрал вот из избранного. Скажу, что каналов действительно масса. И как все это дело выглядит? Вот в HD-качестве канал, который предлагает кино-меню HD. Есть возможность включить зум, расширить на весь экран. Немножко подтупливает, но это только связано с тем, что у меня идет трансляция по Wi-Fi дополнительно еще на монитор. А в реальности все выглядит очень здорово. То есть вы можете включить зум для просмотра в окошке или расширить на весь экран. Сейчас выключим Unzoom. То есть видите, что вот у меня экран Full HD и все прекрасненько отображается и все великолепно транслируется. Ну, немножко подпорченная картинка, как я уже сказал, что это связано с тем, что трансляция идет на дисплей монитора. А в реальности все это великолепно транслируется и на дисплее смартфона или планшета будет выглядеть просто изумительно. Убираем зум. То есть все прекрасно отрабатывает, все прекрасно зумируется. Интернет-ТВ. Есть возможность просматривать даже 3D-каналы. Вот как все это будет выглядеть. HD Media 3D. Сейчас посмотрим, у кого 3D-смартфоны. Знаю, что была такая линейка, по-моему, у LG и у Samsung. То если ваш смартфон поддерживает 3D, то можно все это дело просматривать и в 3D. В общем, абсолютно изумительная программа, которая дает возможность при хорошей, как я уже сказал, скорости интернет-соединения просматривать всевозможные каналы. Как я уже сказал, что каналы абсолютно настраиваемые, поддерживается множество стран и все каналы. Ну вот, кстати, о рекламке. Вот это все, что я увидел по рекламе за время 10-15 минут использования и тестирования данной программы. То есть, как я уже сказал, что абсолютно настраиваемые страны, абсолютно настраиваемое меню. Есть возможность поискать из списка каналы. В общем, приложение, которое в реальности заслуживает внимания и рекомендовал бы вот своим подписчикам. Даже вот есть некоторые каналы, которые не требуют высокой скорости. Вот видите, что 500 кбит в секунду. HD каналы. Всевозможные, как я уже сказал, темы от музыкальных до новостных, фильмы, онлайн. Все возможно просмотреть. И я думаю, что для многих данное приложение станет существенным дополнением и расширит мультимедийные возможности вашего Android-устройства. Так что, если кого-то заинтересовала данная программка, то можете скачивать на свой смартфон. В описании видео будет ссылочка на Play Market. Так что, пользуйтесь, смотрите каналы. Я думаю, что в новогоднюю ночь многим это пригодится, данное телевидение. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!